Всем привет! С вами на канале Железный Мир и Вета с Таценкой. Сегодня мы поговорим об Арнольд Классике, только что прошедшем в Мадриде. Очень двоякое впечатление. Мне и понравилось, и не понравилось. Понравилась организация, все было очень четко, вовремя, без запинок. Не понравилось то, что везде много народа, и то, что две сцены находятся очень далеко друг от друга. Невозможно бегать туда-сюда, если у тебя выступают спортсмены и на одной сцене, и на другой, что, в общем-то, у меня и получилось. Впечатления от судейства? Ну, в общем-то, самые обычные, наверное. Мне досталось в категории бикини судить финалы высоких категорий. Это категория 169, 172 и свыше 172 сантиметров. Уровень, конечно, был неплох у всех девчонок, которые попали в финал. Наши девчонки выделялись доведенностью своей, что было для остальных странно, поскольку Арнольд Классик – это первый турнир в сезоне. И многие решили делать пик на чемпионаты мира и на Олимпию. Наверное, повезло. Не знаю, мне не хочется говорить о том, что я какой-то великий тренер. Лучше пускай другие скажут за меня. Мне повезло, что пять моих спортсменок выиграли свои категории. Одна из них выиграла абсолютную категорию, и две спортсменки попали в тройки. Как тренер безумно рада, горда ими. А как человек, наверное, да, это мечта любого тренера, чтобы был такой результат. Конечно, я довольна выступлением Оли Путровой, поскольку мы в очередной раз поняли, что идем верным путем в плане бикини. Очень сильно отличались три конкурсантки в этой категории, которые попали в финал. Ксения Шевелева приехала в очень сухой форме, хорошо подведенная и с большими мышцами. Она смотрелась очень атлетично, и Оля на фоне ее, конечно, смотрелась просто чуть-чуть занимающейся в зале девочкой. Сначала меня это испугало, но потом я поняла, что все-таки мы оцениваем общую красоту спортсменки, а не ее мышечное сложение, которое позволяет достигать пропорций. А в этом отношении у Оли нет равных в категории. Ну, что, в общем-то, и показали итоговые протоколы. У Оли 5 баллов, это несомненная победа, то есть все судьи ненагласно поставили ее на первое место. Мы разговаривали с Дианой о переходе в ПРО, поскольку она выиграла абсолютку на Арнольд Классик, что позволяет, что дает право получить профессиональную карту на следующий год. Ну, по рассуждениям, здраво, решили, что такое решение будет преждевременно уходить в профессионалы, решили остаться в любителях, поскольку в России более интересная категория любителей, чем профессионалы. Если ты хочешь уйти в профессионалы, надо ехать в Америку и строить свою жизнь там, поскольку в России ты не найдешь спонсоров, которые оплачивали тебе постоянные поездки в США на турниры и на европейские про-турниры. Конечно, очень приятно было за женщин фитнес, которые выиграли этот турнир, было приятно за мужскую сборную, которая также себя очень достойно проявила на этом турнире. В принципе, дай Бог побольше таких турниров, чтобы в каких-то категориях весь подиум был занят российскими спортсменами, а в остальных наши были бы все равно в лидерах. Я надеюсь, что будут всегда. Сейчас у меня появилась новая интересная спортсменка Эля Алибаева. Она приехала с Украины, где занимала второе место на чемпионатах Украины в своей категории. А также она была серебряной призеркой Еврокап. Мы готовимся к чемпионату области, потом Москвы и, скорее всего, попробуем себя на России. В категории бодифитнес у меня новая интересная спортсменка. Помимо Татьяны Байзель, это Даша Бобина. Она живет в Ярославле, приезжает ко мне тренироваться. И я очень надеюсь на ее успех в категории бодифитнес. Она перешла из категории бикини, в которой выступала весной. Также есть интересная девушка Ксения Олейник. Она будет выступать в высокой категории вместе с Уолей Путровой. Всем спасибо, что вы были на канале «Железный мир». С вами была Вета Стаценко с репортажем «Барнольд Классик». Субтитры сделал DimaTorzok